География участников обширна. Коломна, Домодедово, Подольск, Красногорск и еще 31 город Московской области. Многим спортсменам пришлось встать в 4 часа утра для того, чтобы принять участие в лыжной гонке на призы Ларисы Лазутиной. Очень хочется посмотреть работу тренеров. Сегодня достаточно интересные, яркие соревнования. Это такие короткие спринты, поэтому хочется посмотреть возможности наших детишек. Несколько возрастов будут принимать участие, посмотреть как работают школы на местах, есть чем сравнить. Поэтому я думаю, что здесь очень много интересов, таких соприкасаются. Ну и конечно самое главное, что у нас в Подмосковье спорт живет. Ребята со всего Подмосковья защищали честь своих спортивных школ. На втором этапе им нужно было пройти спринт классическим стилем на двух дистанциях – 1400 и 800 метров. Для Одинцовского района это первая такая масштабная гонка. Принимают участие 50 команд из 35 районов нашей Московской области. Одним словом, очень большой кворум, большое количество участников. Очень здорово, что мы наконец-то смогли принять официальную гонку на нашей Лазутинке. Официальную гонку, которая входит в календарь Федерации лыжных гонок Московской области. Это очень здорово. В лыжных гонках участвовали юные спортсмены. Некоторым из них всего по 10-11 лет. Но уже сейчас скорости и ловкости этих ребят можно позавидовать. Они довольны своими результатами. Спортсмены преодолели немало сложностей на дистанции, протяженность которой составила всего 800 метров. Главное не победа, а участие убеждены многие. Трасса очень хорошая, понравилась. Обогнал человека, очень рада. Думаю, в лидерах где-нибудь буду. Очень понравилась. На поворот была чуть-чуть рыхлая. Скольжение сегодня было хорошее. По всей трассе расставили камеры для того, чтобы любое нарушение можно было моментально зафиксировать, а нечестных спортсменов снять с дистанции. К счастью, обошлось без дисквалификаций. Прозрачность и честность гонки оценивала не только техника, но и судейская коллегия – настоящие профессионалы. Сегодня классический спринт. Что здесь самое основное? Есть судьи, которые называются по контролю за прохождением стилем, чтобы не было перехода на свободный ход. Для этого у нас есть четыре видеокамеры и стоят профессиональные судьи, которые делают видеосъемку. И потом, если в случае каких-то претензий идет видеоповтор, и все понятно, что спортсмен нарушил. Следующий этап Кубка Московской области на призы известных спортсменов будет носить имя трехкратной олимпийской чемпионки Елены Вяльбе. Он состоится 29 января в Химках. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.